Уважаемый Алексей Борисович, уважаемые друзья, коллеги, связь работает? Видите нас? Связь работает? Видите. Отлично. Уважаемые друзья, мы сегодня даём старт новому, очень большому проекту компании «Газпром». Приступаем к полномасштабному обустройству перспективного крупного красавейского месторождения на полуострове Ямал. Я поздравляю всех с этим знаменательным, безусловно, событием и желаю успехов в предстоящей очень большой работе. По сути, это ещё один важный шаг в комплексном освоении полуострова Ямал, в развитии здесь современного мощного центра газодобычи и переработки. В этом направлении уже многое сделано. В конце прошлого года на полную мощность вышла добыча газа на Баваненково, успешно реализуются проекты «Новотека» по сжиженному природному газу. Построены производственные площадки, вахтовые городки, проложены газопроводы, создана необходимая транспортная инфраструктура. И важно, что обустройство этих территорий продолжается. Про-советское месторождение откроет новые горизонты для развития отрасли, для укрепления нашего экспортного потенциала и для дальнейшей газификации самой России, в целом для роста национальной экономики. Запасы месторождения огромные, 2 триллиона кубических метров, вместе с Баваненково это почти 7 триллионов. Это огромные запасы, как мне вчера докладывал председатель правления «Газпрома» Алексей Борисович Миллер. Этого хватит для того, чтобы добывать здесь газ до 2131 года. А если иметь в виду, что общие запасы на полуострове Ямал свыше 16 триллионов, то, безусловно, это создает возможность для работы на многие-многие десятилетия вперёд. Это просто общепланетарный запас. Для сравнения, только на этом Харсавейском месторождении больше проектная мощность одной нитки северного потока. Такие колоссальные объёмы на годы вперёд гарантируют надёжность и безопасность поставок энергоресурсов потребителям, как я уже сказал, внутри страны и нашим партнёрам за рубежом. Конечно, ещё предстоит большая, очень сложная работа по обустройству месторождения, но уверен, что наши специалисты, как всегда, справятся со всеми задачами на высоком профессиональном уровне. Тем более, что у вас уже накоплен солидный опыт реализации подобных масштабных проектов. Я желаю вам новых, больших свершений и всего самого доброго. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, мы находимся в бахтовом посёлке Харсавейского месторождения. Именно здесь в 1974 году была пробурена первая скважина, которая сегодня даёт газ на контрольный факел и даёт тепло и электроэнергию небольшому посёлку газовиков. Сегодня мы хотели бы отдать дань уважения первопроходцам. Они здесь жили и работали в очень непростых условиях. И мы предлагаем посмотреть ролик об истории Харсавейского месторождения. 45 лет назад, в мае 1974-го, открыто Харсавейское месторождение. А уже в следующем году приказом министра газовой промышленности Сабита Аруджева оно названо первой целью на полуострове Ямал. За дело взялись с энтузиазмом. Весной 1976-го на Харсавей из Мурманска приходит атомный ледокол «Ленин». Под его защитой – грузовое судно «Павел Пономарёв». Разгрузка прямо на лёд, в нескольких километрах от берега. Это позволяет не строить порт на берегу Карского моря. За четыре года таким способом доставили сотни тысяч тонн грузов. В кратчайшие сроки построены мастерские, дороги, котельная, электростанция и символ Харсавея, ставший на долгое время самым высоким и единственным кирпичным зданием на полуострове – четырёхэтажное общежитие. Но отсутствие комплексного проекта и предварительных изысканий в конце концов дали о себе знать. Стоимость работ постоянно росла. Вечная мерзлота, суровые морозы в сочетании с ледяными арктическими ветрами задавали всё новые вопросы буровикам и строителям. Работы захлебнулись и к 1981 году были полностью свёрнуты. Харасавей, а вместе с ним и весь полуостров Ямал Советскому Союзу оказались не по зубам. 21 век, 2012 год. «Газпром» подаёт в единую систему газоснабжения первый газ полуострова Ямал – газ Баваненковского месторождения, которое расположено в сотни километров южнее Харасавея. Расчёты показали, что на первом этапе его освоение выгоднее. Сейчас на Баваненково пущены все промыслы, и оно выведено на проектную мощность. Настала очередь Харасавейского месторождения, где с 1974 года рядом с единственной скважиной продолжает гореть единственный факел, как символ непогасшей мечты романтиков и первопроходцев. Уважаемый Владимир Владимирович, «Газпром» готов к началу полномасштабного освоения Харасавейского месторождения. У нас на прямой связи генеральный директор «Газпромдобыча над дым» Менщиков Сергей Николаевич, который доложит о готовности к мобилизации. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Алексей Борисович, докладывает генеральный директор «Газпромдобыча над дым» Сергей Николаевич Менщиков. Я нахожусь на Баваненковском нефтегазоконнесатном месторождении на газовом промысле номер 3. Его запуск в декабре прошлого года обеспечил выход Баваненковского месторождения на проектный уровень. Следующая задача обустройства Харасавея. Менее чем за три месяца мы построили временную автодорогу «Зимник», который соединил Харасавей и Баваненково. Его протяженность свыше 100 километров. И сегодня по этому «Зимнику» пойдет первая партия строительной и вспомогательной техники. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать команду на выдвижение техники с Баваненковского на Харасавейское месторождение. Начинайте. Внимание! В колонии начать движение на Харасавейское месторождение. В колонии более 30 единиц техники. Это бульдозеры, самосвалы, эскаваторы, трубокладчики, плитевозы, вахтовые автомобили и сварочный агрегат. Вся эта техника нам необходима для первоочередного производства работ на Харасавейское месторождение согласно плана на 2019 год. Техника пойдет по маршруту по «Зимнику». Основным отличием «Зимника» от простой автодороги является то, что отсутствует отсыпка и, соответственно, рельеф дороги становится ниже рельефа местности. Отсюда и трудности при движении по этому «Зимнику», то есть создаются естественные преграды. Это переметы и снежные заносы. Также предъявляются высокие требования к безопасности движения по «Зимнику». Запрещается движение одиночного транспорта, а разрешается движение только в составе организованных колонн. Подготовка водителей также должна быть на высоком уровне. Как правило, это специалисты высочайшего уровня, которые имеют богатый уровень работы в районах Крайнего Севера. Мы посчитали, что общий совокутный северный стаж водителей, который сегодня отправляется на Хроссовейское месторождение, составляет более 400 лет. На своем пути «Зимник» пересекает 6 водных преград, на которых оборудованы зимние ледовые переправы. На каждой ледовой переправе установлены вехи со светоотражающими элементами, на которых и которые укомплектованы аварийно-спасательным оборудованием. Максимальная скорость движения через ледовую переправу составляет не более 5 км в час. Средняя скорость движения колонны сегодня составит около 20 км в час. На всем протяжении движения по «Зимнику» будет две контрольные остановки в пунктах обогрева. Ожидаемое время прибытия на Хроссовейское месторождение колонны через 8 часов. Доклад окончен. Уважаемый Владимир Владимирович, при освоении Хроссовейского месторождения будет мобилизовано 5,5 тысяч строителей, 2 тысячи единиц техники, будет построено 236 скважин, будет использовано 6 буровых установок последнего поколения отечественного производства «Екатерина», которые показали свою эффективность и надежность на Баваненковском месторождении, и тяжелая установка «Бентек». Следует отметить, что 20% запасов Хроссовейского месторождения расположено на шельфе, и морская часть месторождения будет разрабатываться с берега скважинами с горизонтальным окончанием. Таким образом, «Газпром» приступает также и к освоению приямальского шельфа. Для оптимизации затрат принято решение по максимальной унификации проектных решений для Хроссовейского месторождения с теми проектными решениями, которые применялись на Баваненковском месторождении. Это установка комплексной подготовки газа мощностью 32 миллиарда кубометров. Это доживная компрессно-родная станция мощностью 150 мегаватт. Надо подчеркнуть, что на освоении Хроссовейского месторождения будет использоваться оборудование только отечественного производства. Для поставки газа с Хроссовея будет построен газопровод длиной 106 километров диаметром 1400 миллиметров. Он придет на Баваненково, а дальше газ Хроссовея будет поступать в систему магистральных газопроводов Баваненково-Ухта. Проект разработки Хроссовейского месторождения рассчитан на 108 лет. А это значит, что газ на Хроссовее будет добываться до 2131 года. За моей спиной передовой отряд сотрудников «Газпрома». Это сварщики, монтажники, бурильщики, экскаваторщики, электрики. Наши самые надежные кадры. С такими людьми, без сомнения, будут достигнуты все цели. Уважаемый Владимир Владимирович, «Газпром» приступил к полномасштабному освоению Хроссовейского месторождения. Спасибо. Александр Владимирович, прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите доложить, что начало полномасштабного освоения Хроссовейского месторождения полностью соответствует стратегии развития газовой отрасли Российской Федерации, а также утвержденной генеральной схеме размещения объектов. Начало реализации этого крупнейшего масштабного проекта в Арктике полностью соответствует лицензионным срокам и при вводе в эксплуатацию будет компенсировать не только выпадающую добычу над импортазовского региона, но также обеспечить дополнительные объемы для поставок на экспорт и для поставок на внутренний рынок. Правительством Российской Федерации были созданы также дополнительные стимулирующие условия. В 2014 году для Арктического региона освоения были приняты изменения в налоговый кодекс, который также стимулирует разработку газовых месторождений в Арктической области. И речь идет о льготах по НДПИ на добычу полезных ископаемых в течение 12 лет. Будет постепенно увеличиваться нагрузка, и в первые годы будет снижена на 80%. И это действительно масштабный проект, который дает дополнительное развитие всему Арктическому региону. Уважаемые друзья, мы знаем с вами, что к 2030 году на Ямале будет добываться 310-360 миллиардов кубических метров газа для потребления внутри страны и для поставок на экспорт по Северному потоку-1 и Северному потоку-2. Это действительно масштабная, огромная и очень интересная работа. Я поздравляю вас с ее началом и желаю удачи. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.